Итак, друзья, этот урок для меня имел цель, чтобы каждый из вас, вы знали, что ваша жизнь, ваши мысли, ваш успех и ваши ситуации, которые складываются в вашей жизни, все это, оно всегда должно быть связано с вашими отношениями со Святым Духом. Пусть ваша жизнь, она не будет, знаете, просто какой-то отделенной от Бога. Пусть ваша жизнь, наоборот, будет под покровительством Духа Святого. И если вы это принимаете, если вы хотите этого, то вам нужно принять решение, что вот именно с этого урока вы ни в коем случае и ни одного дня никогда не забудете о Духе Святом. И даже если не получится с Ним общаться там целый час или полчаса, нет-нет-нет, самое главное, что вы каждый день, даже вот просто в течение дня говорите «Здравствуй!» И вы осознаете, помните? Дух Святой для тебя должен стать сегодня реальным, реальным для тебя лично, не только для движения, для исцеления, нет, для тебя. И Он твоя помощь. И помни, когда у тебя что-то не будет получаться в твоей голове, цель этого урока была в том, чтобы сказать тебе, когда будет не получаться, помни, у тебя есть друг, у тебя есть тот, кто рядом с тобой. Послушайте, не поддавайтесь чувству вины. Потому что дьявол, чтобы разъединить человека с Духом Святым, чтобы нарушить его отношения, очень сильно может использовать чувство вины. И ты, к примеру, не пообщался с Духом Святым. И у меня был такой момент, когда, я всегда общаюсь, но был такой момент, когда я, помните, рассказывал, были дни, несколько дней, когда все шло наперекосяк. Я делал неправильные какие-то поступки один за другим. Все как-то... И я шел в лес. И я думал, что Дух Святой, Он на меня в обиде. Дьявол нагнал такое чувство вины, что все, что как будто бы даже невозможно, чтобы Дух Святой с тобой вообще после этого вообще что-то общее имел. И знаете, что было? Когда я шел, представьте, что я услышал. Как будто бы он вообще ничего не знает, просто не смотрит на это. Слушайте, говорит мне, слово конкретное, я так соскучился по тебе. И я там, фу, это было все. Я просто понял, что Дух Святой, Он настоящий друг. И знаете, что бывало мне, показывал Господь, давал мне такие мысли. Он мне показывал, слушайте внимательно, вот я прошу всех здесь на сцене, за сценой, послушайте, это интересно. Когда у меня, знаете, бывают дни, ты такой, знаешь, на высоте, а бывают дни, когда ты делаешь ошибки, так или нет? Бывают дни, когда ты чувствуешь себя таким, знаешь, помазанным, праведным и так далее. А бывают дни, когда ты чувствуешь себя грешником, когда ты чувствуешь себя вообще человеком, который, ну, не прав в корнях вообще, и все. И вот, слушайте, вот в такие дни все проходят. И я проходил, и буду проходить в своей жизни. Я никуда от этого не денусь. Но, слушайте, что я пережил? Дух Святой мне, бывало, показывал. Когда я находился в таком состоянии? Такой вопрос задавал. А ты думал, я не в курсе был, что ты это сделаешь? Когда я тебя нашел? Когда я с тобой начал дружить? Когда я тебя помазал? Ты думаешь, я не в курсе был, кто ты? Ты думаешь, я не в курсе был, как ты вырос? Ты думаешь, я не в курсе был вообще, что ты за человек? И знаешь, такие вещи, знаете, мы должны понимать, что Дух Святой нас знает больше, чем мы сами себя знаем. И Он говорит, я знаю все про тебя, даже то, что ты не знаешь. Я вижу все наперед. И Дух Святой, Он стоит над временем. Он стоит и над твоим прошлым, и над твоим будущим. И Он видит все твои ошибки. И при этом любит тебя. И при этом Он с тобой. И Он никаким врагам не даст тебя съесть. Никаким врагам не позволят приблизиться к тебе. Он поддержит тебя везде. Потому что ты Его друг. Потому что у тебя с Ним отношения. Поэтому, друзья, дорожите отношениями с Ним. И когда чувство вины дьявол нагоняет, просто сразу ставьте щит. Моментально. И ваш щит, знаете, что это такое? Это кровь Иисуса Христа. Это кровь Иисуса Христа. Вы должны сказать, кровью Иисуса Христа я очищен и омыт. Кровью Иисуса Христа я сделан праведником. Кровью Иисуса Христа я сделан святым. Я никогда не могу быть праведником без крови Иисуса Христа. Я никогда не могу быть святым без крови Иисуса Христа. Никакие мои дела не могут меня сделать святым. Только кровь Иисуса Христа. Поэтому я уповаю только на кровь Иисуса. И на меня смотрит Бог Отец через кровь Иисуса. И все отношения со Святым Духом они строятся через кровь Иисуса. Эмэн. Каждый раз ты будешь удивлен, понимая, что Бог действовал, когда все выглядело негативно. Когда ты в четвертом измерении, когда ты видишь конкретную картину, создавая образ, ты начинаешь разговаривать на языке Святого Духа. И Бог, Он начинает действовать. У тебя нужен опыт переживания, именно вхождение в четвертое измерение. Субтитры создавал DimaTorzok